Снимая даже воду, кока-колы, идет ферментация с выработкой алкоголя. Даже можно пить кока-колу, я не знаю, что угодно, соки пить. Ведь что такое сок? В организме идет ферментация, когда ты выпиваешь сок. Тоже ведь бродячий продукт. Ферментация идет, даже в любом фрукте идет. Ну все, опять стрелка поднимется. Целый день боролись. Но главное, что врач прописал. Да, а что тебе врач прописал? Я понимаю, что шутка. А что тебе врач прописал? Каждый человек сам себе врач. Он прекрасно знает, что это надо, это надо и это. Врача мне не верят. Мне тебя скажут другую штуку. Я сам врач. Моя тетка? У меня бабка умерла в 87 лет. Моя тетя, то есть родная сестра моего отца, ее уже где-то под 80. И она, у нее есть такая, знаешь, заморочка. Моя тетя, моя смерть, не дашь у тебя тетя. Не дашь, да. И так вот потихоньку, потихоньку. Вот позвони ей сейчас, у нее голос молодой-молодой. Как будто ты с девочкой разговариваешь. У нее всегда был такой грудной, смущный голос. Ребята, это не показатель. Это показатель? Это не показатель. Не будем ориентироваться на твою тетю, мочью. И на почек, на почек. А ты дольше, да? Послушай меня. Все люди разные. Дедушка сказала, я дольше. Нет. Не даже дольше. Человек не говорит дольше или меньше. Это панацеи, а долголетия нет. Кто-то прожил больше, кто-то меньше. Все по грехам. Не только по грехам, но и потому, что у него было завод, когда он родился. Дедушка. Как работает его организм. Я не знаю, как ты, но я 120 лет. И не меньше. Кто? 120 лет вперед. Сколько вот сюда закладываешь? Сколько живешь? Если тебе это интересно, 120 лет жить, пожалуйста, зови. А что? Только заметьте, что 120 лет ты не будешь такой, как ты сейчас. А почему ты знаешь? Я буду еще лучше. Женщина Базяковского возраста. Ну как почему я знаю? Потому что опыты, практика. Открой Библию. Там дедушке было 120, а бабушке было 66. Двойнята. Двойнята. Этих людей один на миллион. Кто-то живет 120 лет. Если не на 10 миллионов. Ладно. Уговорил. И которые еще ходят. Скину, да, десятку? Нет, скажи. Добавлю. Ходят, ходят, ходят и делают секс в 120 лет. Так это уникум, это феноменом. Это же про меня. А, про тебя. Ты думаешь, у тебя именно так происходит? Я еще представляю, когда я буду совсем старенькой, подъезжаю, конечно, уточили, девчонки, все сели в машину, поехали в церковь. Я думал на море. Подъезжаю на море. А потом на море. А потом на море, да? Подъезжаю на кнопочные коляске. Это ты про себя? Это ты про себя? Мы едем на блядки. Это правильно. Мечтатель. Кремлевский мечтатель. Когда я была маленькая, мой дядя сказал, каждый человек может прожить столько, сколько он хочет. Сюда заложи 250, проживешь 250. И он правильно сказал. И после этой речи он на себя принял 250. У меня дядя был, в газетах печатался каждую неделю. Наша пресса выдержит что угодно. И сколько он прожил свой день? И он до сих пор живой. Об этом история умолчивает. Ну правда. Когда он начал умирать в своих 60 лет, он сказал, вот я захотел 60 лет, и умираю в 60 лет. Так было делать? Нет, это было не так. Человеку нечего делать. Он же так чувствует, что все, им ничего не интересно. Как-то это самое. И он начинает потихоньку думать. Как бы мне тут уже, наверное, умереть надо. А он тебе сколько заложил, если ты такой продуманный? А мне он заложил столько, сколько я хочу. Ладно, сказать бля-бля. Другого мужчинника это как-то... Кстати, дядька мой, как тебе сказать, он развелся с женой, и сейчас у нас с ним связи нет, я не знаю. Кого-то нет. Я не знаю. Он потерялся, он в Калининграде жил. Потерялся? Потерялся. Не могу сказать. Но с женой развелся, да? Но женой развелся. Правильно и сделал. Потому что он нашел свежую струнтуру. Молодцы, ты меня понимаешь. Он еще тот? Ходдог. Ходдог? Ходдог? Ходдог. Ходдог. Я пошел ручки помолить. Вернуй, прошу помолить. Что, Новый год, ты руки моешь. Женщины, женщины. Сказали все. Хотя, Азор, совет. Сказали сквозь женщины. Никогда. Бесполезно. Нервы, чтобы не портить. Унижай себя, как мужчина. Сейчас я проверю эту бюджетезу. Что надо будет сделать? Что надо проверить там? Не знаю. Надо пусть проверить. Ну, взял это. Проверил. Вот так вот, друзья, живем в Греции. Наш балкончик, из которого видна греческая жизнь, которая протекает. Да. Так, пока выключаемся. Сейчас похоже на связь. Смотрите, отзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в Солнечную Калифорнию. Солнечную Калифорнию.